Всем привет дорогие друзья! После выпуска про самые большие новые туристические эндуро, кто не смотрел, ссылка будет в описании, переходим теперь и к топу самых мощных среднекубатурников с двигателями от 650 и до 1000 кубических сантиметров, которые можно купить новыми в 2024 году. Открывает выпуск Moto Marini X-Cape 650, который спроектирован и разработан в Италии, но построен в Китае. Здесь установлен двигатель компании CFMoto, это рядная двойка объемом 649 кубических сантиметров, которая выдает 60 л.с. и 54 ньютон-метра крутящего момента. Максимальная скорость 170 км в час. Подвеска X-Cape 650 состоит из мощной 50-мм передней перевернутой вилки Marzocchi с полным набором регулировок и ходом колеса 175 мм, а сзади установлен алюминиевый маятник с моноамортизатором Kayaba, который имеет ход с заднего колеса 165 мм. Высота по седлу довольно небольшая, 835 мм. Заявленная снаряженная масса с 18-литровым баком составляет 232 кг. Цена на официальном сайте около 7500 евро, это 750 тысяч рублей. На 16-м месте Kawasaki Versus или, если правильно, то Versus 650. Этот тур эндуро у себя на родине стоит сегодня минимум 1 миллион 100 тысяч йен. Это 7400 долларов или 680 тысяч рублей. В России он, естественно, будет стоить в два раза дороже, и это минимум, как, собственно, и все участники этого топа. Здесь установлен двигатель от Ninja 650, который выдает 66 л.с. и 61 ньютон-метр крутящего момента. В боевом состоянии мотоцикл весит 219 кг. Бак вмещает 21 литр. От нуля до сотни Versus 650 разгоняется за 4,5 секунды. Максимальная скорость 180 км в час. Хода подвесок 150 мм спереди и 145 мм сзади. Также у Kawasaki есть и более внедорожный тур эндуро KLR 650. Однако там одноцилиндровый двигатель выдает совсем печальные 34 л.с. при массе мотоцикла в 209 кг. По мощности итальянца и японца обскакал китайский тур эндуро Cyclone RX-6 от завода Zongshed. Мотоцикл оснащается 649-кубовой двойкой, собранной по британской лицензии Norton, которая выдает 70 л.с. и 62 ньютон-метра крутящего момента. Максимальная заявленная скорость 180 км в час. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 245 кг. При этом бак вмещает приличные 20 литров топлива. Высота по седлу 820 мм. В базе идут тормоза Jijuan с АБС, а также имеется LED-освещение, подсветка пультов, мультифункциональная приборная панель, USB-порт, датчики давления в шинах, две камеры спереди и сзади, которые записывают все происходящее и даже бесключевой доступ. Cyclone RX-6 в сегодняшнем топе является самым доступным. На официальном российском сайте за него просят сейчас 890 тысяч рублей. Все подробности по ссылке в описании. На 14 месте Yamaha TNRS 700. Его рядная 689-кубовая двойка кросс-плейн от MT-07 выдает 73 л.с. максимальной мощности и 68 нм крутящего момента. Снаряженная масса 205 кг. Средний заявленный расход топлива составляет всего 4 литра на 100 км. Бак вмещает 16 литров. У версии World Trade двойной топливный бак на 23 литра. Высота по седлу 875 мм. Подвеска имеет ход 210 мм спереди и 200 мм сзади. За новый мотоцикл в Японии сегодня просят минимум 1 397 000 иен. Это 9 360 долларов или 860 000 рублей по нынешнему курсу. Далее по мощности идет Moto Guzzi V85 TT Travel. Мотоцикл оснащается 853-кубовым V-Twin с поперечным расположением цилиндров. Силовая установка выдает 76 л.с. и 82 нм крутящего момента, который полностью доступен на 5000 оборотов в минуту. Несмотря на приличную снаряженную массу в 243 кг, средний заявленный расход топлива всего 4,9 литра на 100 км. Бак вмещает 23 литра. Итальянец не особый любитель сильного бездорожья, так как имеет короткоходную подвеску и спереди и сзади 170 мм. Однако он может похвастать необслуживаемой карданной передачей. Цена у себя на родине 14 000 евро или 1 400 000 рублей. Мотоцикл оснащается рядной двигателем. Объемом 659 кубических сантиметров, который выдает 80 л.с. и 70 нм крутящего момента. Мотор настроен под максимально эффективную работу на низких и средних оборотах. Подвески мотоцикла имеют внушительные хода 240 мм спереди и сзади. Высота по седлу 860 мм. Бак вмещает 18 литров. При этом снаряженная масса всего 206 кг. Средний заявленный расход топлива 4 литра на 100 км. У себя на родине за базовый Туарек 660 просят 12 000 евро. Это примерно 1 200 000 рублей. Продолжение следует... На 11 месте Suzuki V-Strom 800DE. Сердце мотоцикла является 776-кубовый двухцилиндровый рядный двигатель с шейками коленвала 270 градусов, который выдает 84 л.с. и 78 нм крутящего момента. У Ямаха эта технология называется Crossplane. Разгон на 0 до 100 около 4 секунд. Максимальная скорость 200 км в час. Заявленный расход топлива 4,4 литра на 100 км. Бак вмещает 20 литров. Снаряженная масса 230 кг. Хода подвесок с обоих концов 220 мм. Высота по седлу 855 мм. Официальная цена в Японии 1 320 000 иен. Это 8850 долларов или 815 000 рублей. Заявленный расход топлива 5,4 литра на 100 км. Трансальм. Новый Турундура компания имеет рядный двухцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения объемом 755 кубических сантиметров и коленвалом 270 градусов, который выдает 92 л.с. и 75 Нм крутящего момента. Средний заявленный расход 4,3 литра на 100 км. Баг вмещает 17 литров. Подвеска имеет ход 200 мм спереди и 190 мм сзади. Высота по седлу 850 мм. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 208 кг. Цена в Японии 1265 000 йен. Это примерно 8500 долларов или 780000 рублей. uno� 296 по lobазрски. То есть스를 выхватывал. Всё ранко попадает bamboo уforme новые качества. Чемпионы, что зайти zusammen. Трансacement и кобильный валом рынке'veAnn. Залениawy и был из которых�� diyетный попыл. Одна позволит Halen подальbones. Залень boa. Перемла под소리ет в прямой. Плачет Gentlemen две Непрны. Во первой сделке службы. На девятом месте сейф мото 800 МТ Туринг. Китай соснащается рядом 799 кубовой двойкой жидкостного охлаждения, которая досталась ему от старого КТМ 790 Адвенчер. Этот двигатель, кстати, и собирался для КТМ в Китае. Силовая установка выдает 91 лошадиную силу и 75 Нм крутящего момента. На официальном китайском сайте указано 95 лошадиных сил. Средний заявленный расход топлива 5,5 литра на 100 км. Бак вмещает 19 литров. Снаряженная масса 231 кг. Максимальная скорость 200 км в час. Хода подвески производитель не указал. Цена на официальном российском сайте 1 миллион 400 тысяч рублей. А в Китае за мотоцикл просят 62 800 юани. Это 800 тысяч рублей. На восьмом месте КТМ 790 Адвенчер, который у себя на родине сейчас стоит минимум 13 700 евро или 1 миллион 360 тысяч рублей. Двухцилиндровый двигатель объемом 799 кубических сантиметров выдает 95 лошадиных сил и 87 Нм крутящего момента. Средний заявленный расход топлива 4,2 литра на 100 км. Сухая масса мотоцикла 199 кг. Бак вмещает 20 литров топлива. Высота по седлу регулируется от 860 до 840 мм. Ход подвески 200 мм спереди и сзади. На седьмом месте тур эндуро BMW F900 GS Адвенчер. Его сердцем является рядная двойка объемом 895 кубических сантиметров, которая выдает 105 лошадиных сил и 93 Нм крутящего момента. Максимальная скорость свыше 200 км в час. По заявлению производителя, средний расход топлива составляет 4,4 литра на 100 км. Бак вмещает аж 23 литра. В снаряженном состоянии мотоцикл весит приличные 246 кг. Хода подвесок 230 мм спереди и 215 мм сзади. Высота по седлу 875 мм. Минимальная цена в Германии 14 750 евро. Это почти полтора миллиона рублей. Продолжение следует... У баварской компании есть еще один более внедорожный тур эндуро. Это BMW F900 GS. Здесь установлен тот же двигатель с той же мощностью, 105 лошадиных сил и 93 Нм крутящего момента. Однако снаряженная масса значительно меньше и составляет 219 кг. Бак здесь вмещает скромные 16,5 литров. Хода подвесок остались без изменения. 230 мм спереди и 215 мм сзади. Высота по седлу 870 мм. В Германии за мотоцикл просят минимум 13 750 евро или 1 380 000 рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова На пятом месте КТМ 890 Adventure R. Сердцем которого является 889-кубовая рядная двойка, выдающая 105 лошадиных сил и 100 Нм крутящего момента, доступные в полном объеме на 6500 оборотов в минуту. Средний заявленный расход топлива 4,5 литра на 100 км. Бак вмещает 20 литров. Вес в снаряженном состоянии 218 кг. Подвески VP имеют ход по 240 мм спереди и сзади. Высота по седлу 880 мм. Официальная цена у себя на родине 18600 евро или 1850 тысяч рублей. Далее идет Husqvarna Norden 901. Турендура основан на платформе 890 Adventure от дочернего бренда КТМ, которую, конечно же, немного переработали. 889-кубовая рядная двойка выдает те же 105 лошадиных сил и 100 Нм крутящего момента. Снаженная масса мотоцикла 223 кг. Средний заявленный расход топлива 4,5 литра на 100 км. Бак вмещает 19 литров топлива. Цена на официальном шведском сайте базовой версии 160 шведских крон. Это 15400 долларов. Версия Expedition стоит уже 17200 долларов или 1 миллион 580 тысяч рублей. На официальном российском сайте The Expedition сейчас просят 2 миллиона 200 тысяч рублей. Открывает тройку самых мощных среднекубатурных тур эндуро Triumph Tiger 900 Rally Pro, который обладает отличным комфортом и впечатляющей проходимостью. Британия сооснащается трехцилиндровым обновленным двигателем с Т-образным кривошипом объемом 888 кубических сантиметров, который сейчас выдает 108 лошадиных сил и 90 Нм крутящего момента. От 0 до 100 Тайгер 900 разгоняется за 3,8 секунды. Максимальная скорость 205 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,2 литра на 100 км. Бак вмещает 20 литров. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 220 кг. Хода подвесок спереди 240 кг, сзади 230 мм. Цена на официальном сайте 13 500 фунтов стерлингов. Это 17 200 долларов или почти 1 600 000 рублей. На втором месте Дукати Дезерт Икс, который оснащается двигателем Эль Твин Тестострета с жидкостным охлаждением, позаимствованным у Дукати Монстр и Мультистрада В2. Он имеет объем 937 кубических сантиметров и выдает 110 лошадиных сил максимальной мощности и 92 ньютон метра крутящего момента. В снаряженном состоянии Дезерт Икс весит 223 кг. Средний заявленный расход топлива 6 литров на 100 км. Бак вмещает 21 литр. Однако, как доп. опция, предлагается и дополнительный 8-литровый бак в хвосте мотоцикла. Хода подвесок 230 мм спереди и 220 мм сзади. Высота по седлу 870 мм. Цена на официальном итальянском сайте от 17 тысяч евро. Это 1 миллион 700 тысяч рублей. Также в этом году компания представила и раллийную версию мотоцикла Дукати Дезерт Икс Ралли. Главное отличие в модернизированной подвеске, которая увеличила свой ход на 2 сантиметра, до 250 мм спереди и до 240 мм сзади. Минимальная цена значительно выше стандартной версии 21 тысяча евро или 2 миллиона 100 тысяч рублей. Ну и лидером сегодняшнего топа стал тур эндуро MV Agusta LXP Arioli, который ранее появлялся в виде концепта MV Agusta Lucky Explorer Project 9.5. Мотоцикл оснащается трехцилиндровой силовой установкой объемом 933 кубических сантиметра. Она выдает сумасшедшие 124 лошадиные силы и 102 ньютон метра крутящего момента. Средний заявленный расход топлива 5,6 литра на 100 км. Максимальная скорость 230 км в час. Разгон от 0 до 100 занимает 3,7 секунды. Сухой вес 208 кг плюс 20-литровый бак. Ход подвески с обоих концов 210 мм. Высота по седлу регулируется от 870 до 950 мм. Цена начинается от 18 тысяч евро. Это 1 миллион 800 тысяч рублей. Субтитры создавал DimaTorzok